Приветствую вас. Вы знаете, дело, конечно, не в том, что вы хотите разбить, там, определенную посуду, да, там, банки, испытываете агрессию и прочее. Дело, конечно, в том, как развивается сама стрессовая ситуация. Дело в том, почему эта ситуация вообще для вас является стрессовой, чем она является стрессовой для вас, вот, и как вы на нее реагируете. Вот. Это самое главное, на что нужно обратить внимание ваше. То есть, понятно, что агрессия и ваши, скажем так, способы, ну, способы справиться с, скажем так, скажем так, с тяжелой ситуацией, да, с трудной ситуацией, ваш способ с ней справиться, безусловно, вырабатывался годами, вот. И тут, конечно, нужно работать с агрессией, с гневом, вот, потому что так просто ситуация, ну, скорее всего, не изменится. Но ключевой момент, конечно, заключается все же в том, как и почему вы попадаете в стрессовую ситуацию. Что вообще для вас значит стресс и какие чувства он вызывает. Совершенно очевидно, что изначально стресс вызывает страх. Вы боитесь? Совершенно очевидно, что стресс изначально показывает вашу, ну, где-то слабость, где-то неуверенность в себе, да, где-то там, может быть, еще какие-то сложности и проблемы. Вот. То есть тут, в принципе, нужно выяснять. Тут нужно выяснять и смотреть, что и как происходит в стране. Вот. Потому что, ну, по-другому в этой ситуации не надо разобраться. А агрессия – это защита. Это защита. Это желание, эм, вот, вот, защититься от тех негативных аспектов, которые у вас есть, которые, ну, присутствуют. В вашей жизни. Вот. Что я увидел, так это то, что вы запрещаете себе проявлять свои чувства, запрещаете себе действовать так, как вам хочется. Вот. Ну, просто запрещаете это делать себе. И здесь, конечно, вполне возможно, есть ограничители некие. То есть есть некий ограничитель в виде совести, в виде обвинения какого-то, в том числе и, может быть, даже со стороны родителей. Вот. И от этого тоже можно, можно и нужно избавляться. Безусловно. Вот. Ну, просто, просто, потому что по-другому никак. Никак. А еще вы склонны к обесцениванию. Вы склонны к обесцениванию своих чувств. То есть вы говорите, что это ерунда какая-то, вот то, что с вами происходит. Но на самом деле это не ерунда, конечно. Потому что на самом деле это очень серьезно. То, что вы испытываете. Это очень серьезно. Поэтому, поэтому обесценивание также нужно отслеживать и корректировать. Потому что обесценивание, обесценивание это то, что во вновь создает некий базис, некий базис для того, чтобы вы оставались в своем состоянии, да, в состоянии стресса, снова и снова его испытывали, снова и снова хотели бы, хотели бы в нем оказаться. Вот. Возможно, конечно, возможно, возможно, конечно. И такая история, что вы получаете какую-то выгоду от того, что находитесь в этом самом стрессовом состоянии. Вот. Это не точно, это возможно, и с этим также можно и нужно разбираться. Вот это нужно исследовать обязательно. Вот. Если у вас действительно есть какая-то выгода от того, что вы впадаете вот в эти состояния стрессовые. Вот. То, соответственно, эту выгоду нужно идентифицировать и вам, ну, желательно ее реализовывать все же по-другому, да, более безвредными, скажем так, способами. Вот. А не такими, как, какими вы это делаете сейчас. Обратите внимание также на то, что вы не задаете вопрос. Вот. То есть у вас просто как бы идут размышления, да, не знаю, что это за ерунда. Так, а должны знать-то, откуда, если, ну, если у вас нет подготовки профессионалов, психологической подготовки, откуда вы можете знать? Что это такое? Вот. То есть понятно, понятно, что вы спрашиваете у нас, что это. Понятно, что вы хотите разобраться в этом. Но по факту для разбора вы предоставили очень мало информации о себе. Давайте для начала определимся, какие чувства вы испытываете при стрессе и какие, какие ситуации сами по себе являются стрессовыми для вас. То есть какая ситуация есть стресс, да, вот, а какая ситуация есть не стресс для вас. И в чем заключается эта самая стрессовая? То есть вот я думаю, что, ага, движение в этом направлении, значит, позволит вам лучше понять, что с вами происходит. Именно. Именно. Именно с вами. Потому что, ну, чтобы, чтобы нам не гадать. Вот. Начните с данных аспектов. Я полагаю, что дальше уже будет легче и пойдет по накатанной, по нарастающей. И вот там уже будет куда проще понять, что происходит с вами. Вот. Ну а для этого, еще раз повторю, нужны ваши усилия. То есть, чтобы вы четко понимали для себя, что вы готовы сделать для того, чтобы ситуация изменилась. Вот. И хотите ли вы вообще свою ситуацию менять? Вот. Вообще стресс, конечно, это очень вредно для человека, когда испытывать стресс. Но вместе с тем я, как уже сказал, да, то что вполне возможно, вы выгоду какую-то от этого получаете. Вот. Соответственно, нужно определить, что это, и тогда уже будет истна ваша мотивация. Вот. Если готовы, обращайтесь, выбирайте любого-любого специалиста на нашем сайте. Вот. И начинайте с ним работать в этом направлении. Если нет, то, соответственно, выполните те задания, которые я дал. Вот. И посмотрите, что у вас получится в результате работы с ними. Вот. И как вы можете использовать данные результаты себе во благо. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Вот. Обратите внимание, что навязчивое желание, любое навязчивое желание, это... часто за бред. Это именно, ну, именно, ну, именно за бред. То есть, единственный способ, единственный способ получить то, что вы, например, хотите. Единственный способ получить желаемое для себя. Опять же. Опять же. Вот. То есть, соответственно, у вас есть мотив, у вас есть паттерн поведения. Вот. И вести себя по-другому, вести себя по-другому, например, в этой, в этой ситуации, вы просто не можете. Вот. Вот. Возможно, даже хотели бы. Возможно, вы хотели бы. Вот. Хотели бы вести себя по-другому. Но не можете. Потому что есть запрет. Запрет. Вот. Что это за запрет? Каковы его причины? Какова его природа? Все это можно разбирать. Можно и нужно разбирать. Вот. То есть, в этом, опять же, мы можем вам помочь. Вот. Ага. Самое главное, самое главное, конечно, это ваше желание работать. Это самое главное. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.